Правозащитники обсудят монополию защитников. Рисунок к статье. Адвокаты уже сейчас уверены, что у них есть монополия на защиту граждан в суде. Фото Александра Артеменкова. Как стало известно НГ, Совет по правам человека при президенте РФ, СПЧ, завтра планирует провести специальное заседание по адвокатуре. Правозащитники поддерживают наделение адвокатов полномочиями по проведению собственных расследований. А вот в необходимости получения ими монопольного права на представление интересов граждан в судах эксперты сомневаются, опасаясь, что многим людям это окажется не по карману. В заседании СПЧ примут участие представители руководства Минюста, адвокатского сообщества, эксперты правозащитных и иных общественных организаций. Президентский совет уже неоднократно указывал, что права адвокатов в ныне действующем профильном законе прописаны весьма слабо. У правозащитников сейчас накопилось много предложений по совершенствованию адвокатуры. В частности, речь идет о наделении и адвокатов правом вести расследование дел параллельно со следствием. Также планируется обсудить законность тех ситуаций, когда адвокатов допрашивают как свидетелей. Наиболее острым, судя по всему, станет вопрос о введении так называемой адвокатской монополии. Напомним, что это предлагает ведомство Александра Коновалова. Суть в том, что человеку, которому требуется идти в суд, обязательно придется взять с собой адвоката в качестве профессионального проводника. Хотя сегодня представителем гражданина в суде может быть кто угодно, в принципе человек может отвечать за себя и сам. Руководитель комиссии СПЧ по гражданскому участию в правовой реформе Тамара Морщакова считает, что таким образом предполагается создание нового закона об адвокатской деятельности, слияние некоммерческой адвокатуры как саморегулируемой организации коммерческих юридических фирм. Она называет такое соединение недопустимым. Ведь остается непроясненным вопрос, насколько вырастут гонорары адвокатов после того, как попасть в суд можно будет только с ними. По словам федерального судья Дмитрия Новикова, адвокатура уже сегодня не соответствует возложенным на нее задачам. Люди стремятся туда, потому что понимают, что сейчас это одна из форм предпринимательской деятельности. Никто не проверяет, сколько реально получают защитники, их доход не контролирует ни государство, ни адвокатская палата. Высказываясь относительно желательности чистки рядов в этой сфере, Новиков обратил внимание, что адвокатов за все годы привлекали к ответственности только за мошенничество, когда они за деньги обещали решить проблему, которая не входила в их полномочия. Сфера адвокатуры, отметил Новиков, требует полнейшего переустройства, однако инициатива Минюста сделать адвокатов монополистами – это колоссальная ошибка. Дело в том, что она устанавливает прежде всего монополию на денежные потоки, ведь процесс может идти годами, и люди, в том числе малообеспеченные, будут тратить огромные суммы, а адвокаты – получат мега-доходы. Собеседник НГ убежден, что главными правозащитниками в стране должны быть следственные органы и прокуратура, но в настоящее время их деятельность вступает вразрез с потребностями общества, поэтому и возникают дополнительные структуры типа правозащитных организаций. Самую большую пользу в деле защиты граждан приносят общественные защитники, которые были допущены к участию в процессе наряду с адвокатами. Чаще всего они их, по сути дела, подменяют и делают за них основную работу, минус считает Новиков. По словам члена адвокатской палаты Москвы Владимира Беляева, законопроекты пишутся для галочки, а реальных шагов по сути нет. В первую очередь нам необходимо, чтобы адвокат приблизился к следователю в части сбора доказательств и их рассмотрения на суде. Суды же доверяют только государственным экспертам, которые нередко нарушают законы. По мнению Беляева, нужны поправки, позволяющие вести адвокатом допрос свидетеля совместно со следователем, а еще и доступ к материалам дела во время предварительного расследования. Другая проблема – это безнаказанность следователей и дознавателей за совершенные ошибки, сейчас за неправомерность действия им могут вынести выговор. В моих делах существует масса примеров, когда следователи намеренно подделывают документы, допустим, если им нужно выдержать сроки, или, напротив, отправить дело в суд. По словам Беляева, в таких случаях нужно возбуждать уголовное дело. В отсутствие всех этих механизмов, подчеркивает он, адвокатура действительно приобретает коммерческий вид.